Разрушить для того, чтобы спасти жизнь. Сегодня пожарные взялись за топоры и гидравлические кусачки. Цель – определить самую быструю и профессиональную команду среди спасателей МЧС. На это претендовали бригады спасателей из набережных Челнов, Актаныша, Мензелинска и Муслюмова. За ходом первого этапа в республиканского соревнования по аварийной эвакуации пострадавших и ликвидации последствий ДТП следила наша съемочная группа. Бедный Яшка. Таким именем на профессиональном сленге спасатели называют манекенов, которым во время учения отводится роль пострадавших. Они горели в огне и вздыхались от дыма. А вот теперь, по легенде, бедолаги попали в жесткую аварию. Задачу входит произвести демонтаж автомобиля с помощью инструмента, который находится в снаряженном экипаже с соблюдением всех требований безопасности по отношению к пострадавшим. Стрезают крышу, бьют стекла, проводят эвакуацию и оказывают первую помощь. Старались бы заниматься непосредствованием пожарных спасений людей, а сейчас приходится выезжать на ДТП с пострадавшими. По-настоящему, как и спасаем людей, так и здесь происходит. Вот здесь на учениях свои ошибки смотрим. При спасении людей, чтобы такого не произошло. Всего на зональный этап прибыло 12 команд по 4 человека в каждой. Пока одни проходили испытания, другие помогали готовить очередной автомобиль для задания, который ждала одна и та же участь. Спасатели вскрывали его как консервную банку всего за несколько минут. Временного регламента нет, потому что, как таковой, никогда нельзя предуссказать, насколько будет поврежден автомобиль, то или иное транспортное средство. И время выполнения работы, оно не ограничено. То есть, может влиять от 2 минут до 12, до 15 минут. И все же быстрее всех справились с заданием челнинцы, а именно спасатели 72-й пожарной части. Вот только ехать на республиканские соревнования не придется. Наоборот, победители зональных этапов со всего Татарстана сами приедут в Набережные Челны. 28 февраля в нашем городе на базе 55-й пожарной части пройдут финальные состязания. Егор Орлов, Ильнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.